Игорь Игорь, извините, забыл, как вас? Ну, как? Снова решили заказать корпоративный банкетик? Конечно. У вашей фирмы опять праздник. Ну, естественно, у нас солидная фирма. Ну, да. Поэтому у меня всегда праздник. Да. Ну, кто же не знает о вашей фирме? Это да. Вы все в том же сарайчике во дворе? Нет, ну что мы. Расширяемся. Сегодня заняли и соседние. О, это дело надо ответить. Придется. Ле Редуньер. Что это будет? Да ну, не важно. Ну, да. Все как обычно. Холодная, горячая водка, пиво. Нет, водки не надо. Не надо. Я вас умоляю. Ну, что хорошего? В прошлый раз взяли пять ящиков водки, нажрались как грузчики и все. Давайте, чтобы в этот раз все было интеллигентно. Ну, понял. Водки не надо. Пять ящиков коньяку. Да. Да. Ну и... Не, и пиво, конечно. Пиво. Вы столько времени и денег тратите на корпоративы. Почему вместо этого не отреставрировать свой сарай? Офис. Офис, да. Ну, корпоративы. Корпоративные банкеты, это модно, это статусно, это престижно. А потом, знаете, хочется вот просто как-то культурно отдохнуть, снять стресс. Короче, вы записали коньяку пять ящиков, да? Да. А, исправьте на водку. Шесть. Вот тут и отдохнем. Ну, а знаменитости какие-то у вас здесь праздники отмечают? Регулярно. А вот киноактеры бывают? Бывают, но они у солидных людей на банкетах выступают. Ну, а вот вообще, вот приличные актеры. Ну, как бы сказать, в начале банкета еще приличнее. А можно семь запишите в водке? Спасибо. О, смотрите, а вот тут вот, на входе, прямо вот, поставьте вот столик для подарков, так, чтобы тяжело было пройти. Ну, на всякий случай. Странно, вы что, ждете подарков? Нет. Нет, ну, боже избавь. Это же скрытая форма взятки, подарок. У меня вот даже юбилей был, я всем сотрудникам сказал. Значит, увижу подарок, никаких подарков, уволю сразу. Просто скромненький конвертик с деньгами, и все. Вот тут. Ставим. Можете еще что-нибудь выберите? Нет, хватит. Куда? Хватит? Что-то на этот раз как-то совсем скромно, даже без красной икры. Ну, так лучше же скромненько, но со вкусом. Вот это вот вы называете со вкусом? Ну, так уж сами написали, вот, закуска. Чипсы со вкусом красной икры. Ужас. Если бы вы знали, как мне надоели все эти корпоративы. Дни рождения фирмы, дни рождения отделов. Дни рождения филиалов, дни рождения отделов филиалов. Но, с другой стороны, ничто так не спаивает коллектив, как общий праздник. Это точно спаивает. Наш уже, например, совсем спился. Кино с вами. Да, кстати, мне же там речь говорить придется. Можно я попробую? Да, пожалуйста. Раз, раз, раз. Дорогие коллеги, кажется, каждый человек должен, как говорится, посадить дерево, построить дом и, как говорится, родить сына. Кстати, о доме. Вот вам корпоративы надоели, а актеры их любят. Бывают хозяева так разгорячатся, что потом себя уже не контролируют. Один мой знакомый актер после такого корпоратива себе дом построил. О, одна моя знакомая актриса после такого корпоратива родила сына. Это жизнь. Так, ну, мы обо всем договорились. Я думаю, что все будет на уровне. Все будет на эту сумму. Кстати, если планируете корпоративный Новый год, советую места забронировать уже сейчас. Будет большой ажиотаж. А вы знаете, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. Знаем, знаем. Это получается, что если мы у вас Новый год встретим, то потом весь Новый год проведем на банкетах. Нет, нам этого не надо. Мы отметим нормально. На работе у себя. Ну, а как же елочка, новогодние подарки сотрудникам? Отметим скромно, но на уровне. Прямо в офисе поставим елочку, под нее положим подарочки. Вот. Я же елочку, кстати, уже купил. Вот. Елочка. Осталось найти под нее подарки. А я думаю, вот новогодние календарики. Очень хороший подарок. Очень. И главное же, что все праздники в них отмечены. Уже отмечены. Все. О! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok